Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете началось плановое отключение горячего водоснабжения. Останавливаем именно для того, чтобы провести мероприятие по подготовке магистральных тепловых сетей. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд, в ходе которого напомнили водителям мототранспорта о правилах безопасности поведения на проезжей части. Правила дорожного движения. Будьте аккуратны, ребят. Берегите себя. Социальные работники отметили свой профессиональный праздник. Я всегда говорю, что это не профессия, это состояние души. В Ленинском городском округе началось плановое отключение горячего водоснабжения. За летний период рабочие должны успеть проверить магистрали, чтобы войти в сезон отопления без неполадок. О графике и сроках расскажет Юлия Погасьян. Лето настало, а значит грядет период без горячей воды. В сети интернет немало шуток на эту тему, но как бы то ни было, факт неизбежный. В Ленинском городском округе работы по профилактике магистрали уже начались. 1 июня без горячей воды остались жители деревни Мисайлова. В зависимости от территории отключение происходит на период от 10 до 14 дней. Останавливаем именно для того, чтобы провести мероприятия по подготовке магистральных тепловых сетей, которые работают круглогодично. На них нужно провести гидравлические испытания, которые выявят слабые участки. Эти слабые участки нужно отремонтировать. Поэтому в эти 10-14 дней выполняются эти мероприятия, чтобы потом в зимний период более надежно обеспечить теплоснабжением весь город. Вид нам горячую воду отключат 4 июля. Возобновить привычный образ жизни люди смогут только 19 числа. Этот график затронет центральную часть города, а также шестой микрорайон. В момент пуска мы телефонограммой сообщаем управляющим компаниям. В момент пуска именно подаем горячую воду, чтобы не было затопления, подтопления квартир. Обязательно нужно проверить экраны горячей воды, чтобы они были закрыты. Потому что где-то было полностью отключение, где-то по каким-то участкам только из крана горячей воды будет холодная вода. Это ничего страшного. А где полностью отключение, там да, возможность затопления. Поэтому перед пуском нужно проверить, все краны горячей воды должны быть закрыты. Важно помнить, что во время отключения пользоваться водой из горячего крана, пусть даже она идет холодная, значит платить за горячую воду. А так, запасайтесь тазиками и терпением. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта сотрудники госавтоинспекции Ленинского городского округа провели рейд, в ходе которого напомнили водителям о правилах безопасности поведения на проезжей части и наличии специальной экипировки. Перчатки нужно покупать строго по руке, чтобы при управлении не чувствовать дискомфорта, рассказывает мотоциклист с трехлетним стажем Роман Кунгуров. Данный аксессуар не единственный в перечне специальной экипировки владельцев двухколесного транспорта. У меня пять курток, каждый под погоду, защита везде присутствует, это обязательно. Шлем обязательно, застегиваем обязательно. Правила дорожного движения, будьте аккуратны, ребят, берегите себя. Профилактический рейд инспекторы ГИБДД провели у Расторгуевского тоннеля. На участке большой поток транспорта и несколько выездов на большие трассы. В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта мы проводим совместные рейды с 7 батальоном и выявляем правонарушения участниками, кто управляет у нас либо мотоциклами, либо мопедами. Опять же, имеем в виду и наших подростков, которые катаются зачастую. В ходе мероприятия было проверено более 30 любителей мотоциклетной техники. Большинство из водителей ПДД не нарушали, управляли железными конями в мотошлемах и другой защитной экипировке, имели удостоверение соответствующей категории и регистрацию в госавтоинспекции. Удобно в Москве, в пробках, намного быстрее получается ехать, ну и летом приятнее. Минимальная экипировка у нас по законодательству шлем, а в целях безопасности, конечно, лучше носить мотообувь и мотообувь. Ну, так же, в принципе, любая защита, она не лишняя. Ну, тут еще нюансы есть в том, чтобы было удобно, потому что удобство, оно играет тоже огромную роль в плане безопасности. Не остались без внимания сотрудников ГИБДД велосипедисты и самокатчики. Зачастую наблюдаем ситуацию, едет ребенок на самокате маленького возраста, без сопровождения взрослого. То есть это, в принципе, как бы, ну, безалаберность взрослых. Вторая ситуация, когда ребенок и взрослые пересекают проезжую часть на самокатах по пешеходным переходам. Еще раз напоминаем, здесь у нас действуют правила пешеходов, поэтому мы должны слезть с велосипедов, самокатов, моноколес, гироскутеров и огромного количества такого транспорта, который от нас относится к СИМам. И перевезти транспортное средство за руль. Инспекторы провели профилактические беседы с юными участниками дорожного движения. Как через дорогу переходим? Витя, самокатрадом. Молодец. Запомнил? Да, запомнили. Можно по дорогам ездить? Нет. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, находясь на проезжей части, все без исключения должны помнить, что соблюдение правил – залог не только собственной безопасности, но и других участников дорожного движения. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Их называют удивительными и заботливыми. В профессию эти люди приходят исключительно по призванию. Социальные работники отметили свой профессиональный праздник, с которым их поздравили первые лица округа и творческие коллективы Дворца культуры «Видное». Татьяна Брылова побывала на торжественном мероприятии. Помогать людям – их профессия и призвание. В Ленинском округе День социального работника 8 июня отметили порядка 200 человек, связавших свою жизнь с этим благородным делом. Люди с такой большой душевной теплотой. Я всегда говорю, что это не профессия, это состояние души, где соцзащита, потому что туда приходят люди за помощью. И в помощи нуждающимся никогда не отказывают. В округе работают несколько учреждений социальной направленности. Лучших работников чествовали на торжественном мероприятии. Магару Николай Николаевичу. И в первую очередь в том, что в округе. Среди награжденных – Елена Ершова. За добросовестный труд она удостоена знака главы Ленинского округа. Очень много людей нуждается в социальной помощи. Работа очень важная и нужная. Вот вытверение получает? Да, получаю. Центр социального обслуживания «Домодедовский» с каждым годом развивает свои возможности. Чего только стоит популярное направление активной долголетия. Люди старшего возраста с удовольствием занимаются в клубах по интересам, приходят на тематические лекции, в общем, живут полной жизнью. И новых идей в центре немало. Сейчас развивается очень хорошо проект «Губернаторский активное долголетие». И мы очень рады, что у нас очень много уже активностей на территории городского округа. И еще у нас, конечно, в планах развитие, начать изучать английский язык. И еще там много-много, даже сейчас раскрывать не очень хочется. Главное, чтобы это получилось. Среди тех, кто был удостоен наград, конечно, и сотрудники центра. Для них, в том числе, со сцены звучали музыкальные номера местных артистов. Там, где поет душа, там, где легко дышать, и дай цвет местам родные. Особое внимание на праздники уделили ветеранам социальной службы. Вот уж кого за верность профессии можно назвать заботливыми людьми. Татьяна Горбань около 20 лет своей жизни посвятила работе в социальной сфере. Сначала в соцзащите, затем трудилась соцработником на дому. Те годы и своих подопечных вспоминает с теплотой. Для меня все хорошие, потому что я находила язык со всеми. Потому что бывает, ну, когда с ними разговариваешь, переключайся на ихнюю тему. Они там рассказывают о себе, как в жизни, как чего. В общем, хорошие у меня были люди, вообще все хорошие. Много добрых и теплых слов в этот вечер звучало в адрес виновников торжества. Организаторы постарались сделать праздничное мероприятие душевным и запоминающимся. А лето света и вы, зеленое красивое, а лето света счастья почти неудобимое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Ежегодно 9 июня в ряде стран отмечается Международный день друзей. Максим Козлов решил узнать, у видновчан актуален ли для них этот праздник и действительно ли существует на свете дружба. Один грузин, мой знакомый друг, я вот напишу, здравствуй, Валик Джан. А он скажет, ва, как мне нашел, откуда, ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. Дружба, наверное, такая же загадка человечества, как и любовь. Никто не знает, почему люди, даже разные по характеру, сходятся или наоборот не сходятся. Мы решили узнать, у жителей города видно, что они вкладывают в понятие дружбы. У меня один друг, это друг, ну, в моем понимании, это тот человек, которому не нужно надоедать, и он не надоедает тебе. Мы просто дружим, как, когда увидимся, есть голосовый на рынке, понимаем друг друга и принимаем его таким, какой он есть на самом деле. То есть со всеми плюсами, минусами, кто как посмотрит. Друг, ну, это человек, который может себя поддерживать в любой момент, в любой ситуации. Крайне мере, я так думаю. А бывает так, что, знаете, дружил-дружил, а потом хлоп и как отрезал? Вполне такое может быть. Не первый раз мне такое случалось. Сейчас, благо, такого нету. Друзья бывают разными, так никак. Ну, переживали, наверное? Да, сильно. У меня подруга хорошая есть. Ну, дружба – это взаимопомощь, взаимоподдержка. Вот многих такой вопрос интересует. А бывает дружба между мужчиной и женщиной? Бывает. Я знаю такую дружбу. Что для меня дружба? Да кто его знает? У меня класс очень дружный. У меня все в классе дружат. Ну, скажи, а бывает так, что вот дружили долгое время, а потом хлоп и перестали почему-то дружить? Да, так бывает. И вот, чтобы так не было, надо всегда дружить хорошо и без конфликтов дружить. Мне очень повезло. У меня очень много друзей, которые мне помогают, которые меня поддерживают в тяжелой ситуации. И еще я очень люблю дружить со своим сыном. Вот, например, мы с ним очень большие друзья, поэтому мне кажется, что дружба – это имеет очень огромное значение в жизни каждого человека. Потому что уже ты не один, у нас с тобой всегда есть уже надежные, верные друзья, и поэтому это очень дорогого стоит. Друг, которому доверяешь все, вроде бы, который тебе доверяет. Вот, вот это друзья. Дружба обычно бывает с детства. Вот, вот это дружба. Когда в тяжелые времена друзья помогают, вот это дружба, я считаю. Так случилось, что мы здесь уже, как бы, приехали к детям три года назад, а все друзья у нас остались там, в Сибири. Но мы постоянно с ними общаемся, и мы поддержку, вот знаете, даже на расстоянии поддержку друзей ощущаешь. Но нам не хватает друзей. Вот такие разнообразные мнения. Дружите, и будет вам счастье. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok